Также является вторым из серии «Секреты визуальной аналитики». На прошлой неделе у нас был первый вебинар из этой серии, где мы с вами поговорили о том, как наша когнитивная система влияет на восприятие визуализации, какие существуют различные способы и так называемые лучшие практики в плане визуализации данных. Также мы с вами обозначили такую концепцию, как приатентивные атрибуты, как вообще это влияет на то, как мы строим визуализации в табло. Но сегодня мы приступим к более такой практической части, где мы применим концепции, которые мы с вами разобрали на прошлой неделе, но уже конкретно поговорим про сам процесс работы в табло. Тема сегодняшнего вебинара заключается в том, все-таки в чем отличие табло, почему табло действительно является наилучшим BI-инструментом на всем рынке, почему мы занимаем лидирующие позиции в Гартнере и так далее. То есть все-таки чем именно тот экспириенс, который бизнес-пользователь, получая в табло, отличается от каких-либо других решений. Меня зовут Софья, я консультант продуктов компании Табло, и сегодня, соответственно, я буду проводить данный вебинар. Ну и сразу хочу сказать, что если у вас есть какие-либо вопросы, то, пожалуйста, пишите его в окошко Q&A на WebEx, там мои коллеги постараются на них ответить. И в конце, понятное дело, у нас будет с вами немножечко больше времени, чем обычно на Q&A, потому что я, как понимаю, у нас не так много людей сегодня пришло на вебинар. Но ничего страшного, если вы хотите, например, расширить этот вебинар со своими коллегами, не волнуйтесь, он будет записан, и поэтому вы сможете просто отправить ссылку по окончании вебинара. Опять же, хочется еще отметить насчет предыдущего вебинара, который был на прошлой неделе. Он тоже был записан, и вы также сможете получить доступ к этому вебинару, поэтому если у кого-то не получилось прийти на прошлой неделе, ничего страшного, все эти концепции вы можете просмотреть еще раз. Вот, ну и такая называемая аджента сегодняшнего вебинара. Я покажу вам именно сам процесс работы в Tableau. Мы с вами поговорим про три наших продукта. Мы поговорим про Tableau Prep. Это решение для подготовки данных, то есть это шаг номер один. И потом мы с вами переместимся уже непосредственно в Tableau Desktop, где мы с вами проведем анализ уже наших обработанных данных, которые мы обработали в Tableau Prep. Ну и в конце мы с вами сделаем короткую демонстрацию Tableau Сервера, чтобы вы могли понимать вообще вот этот вот общий процесс работы пользователя в Tableau. Ну и давайте с вами перейдем в Tableau Prep. Как вы видите, я подключена к различным источникам данных, но в принципе интерфейс очень похож на тот, который вы видите в Tableau Desktop. То есть те, кто уже знаком, мы все знаем, что у нас здесь есть панель подсоединения к данным, то есть здесь существуют различные коннекторы, например, к определенным файлам или уже непосредственно к серверам. То есть здесь на этом моменте мы с вами подключаемся к данным. Ну и я уже вытянула определенные источники данных на свою рабочую панель. В нашей терминологии это называется Flow, то есть именно процесс работы. И как только я подсоединилась к источнику данных, я сразу могу видеть определенные типы полей, которые присутствуют, также определенные значения. Это достаточно легко мне сразу вообще понять, как выглядят мои данные. Но опять же хочется сказать, что в Excel, например, это достаточно сложно заметить, потому что данные бывают разные, таблицы бывают достаточно длинные, широкие. И очень сложно получить такой единый взгляд на то, что именно происходит с вашими данными. Но в Tableau Prep это сделать достаточно легко. Ну и для того, чтобы мне приступить уже непосредственно к очистке моих данных, мне все, что нужно сделать, это добавить шаг. Вот, то есть шаг – это тот момент тогда, когда мы с вами очищаем данные. Вот, и я вижу определенный профайлинг своих данных. Как вы видите, я сразу могу заметить, что у меня присутствует проблема с датами. Вот, у меня есть какие-то даты, которые пришли из будущего. Вот, и я могу выделить их и вообще посмотреть, какие транзакции относятся к этим датам. Вот, как вы видите внизу, Tableau Prep мне выводит вот эти транзакции, которые относятся к неправильным датам. И я могу увидеть, что в графе «Имя покупателя» написано «Тест». Вот, ну и я сразу понимаю, что, наверное, это были какие-либо тестовые транзакции, и я могу это легко исключить. Вот, и что хочется сразу отметить, это то, что мы не используем никакого скриптинга, никаких сложных формул для того, чтобы сделать подобного рода операции. Насколько я знаю, в некоторых биоинструментах, в которых присутствует, например, решение для обработки данных, для того, чтобы сделать какие-либо простейшие операции, нужно писать вычислительные поля. Вот, в Tableau Prep такого делать не нужно. И что самое интересное, это возможность посмотреть все ваши изменения в панели изменений. Как вы видите, здесь написано, что мы только что с вами отфильтровали дату моего заказа, и я могу легко, например, взять и удалить этот шаг, если по какой-то причине я решила, что мне это не нужно. Вот, и давайте с вами посмотрим еще дальше на мои данные. Вот, и как я вижу, у меня есть, например, различные поля, у меня есть меры, измерения, и, опять же, я сразу вижу тип данных, которые относятся к какому-то конкретной мере или измерению. Вот, и я сразу могу отметить, что у меня также присутствуют проблемы в буквенных значениях, в графе «Метод доставки». Вот, то есть очень часто бывает такая ситуация, что когда вы даете людям возможность вводить данные свободно, они пишут какие-либо вещи по-разному. Ну, в принципе, это произошло в данном случае. Кто-то написал первый класс доставки как first, кто-то написал первый класс доставки как first class. То есть я знаю, что это обозначает абсолютно одно и то же, вот, и поэтому я могу взять и использовать умный алгоритм от табло и сгруппировать эти значения по произношению. Вот, и как вы видите, сразу у нас с вами получаются вот такие группы, я могу на них нажать и посмотреть, что у меня, например, второй и второй класс были сгруппированы вместе, и теперь у меня хорошее чистое поле с методом доставки. Вот, и опять же, заметьте, я не использовала никакие сложные вычисления для того, чтобы провести эту операцию, но, насколько я понимаю, в некоторых других продуктах это сделать не так уж и просто. В табло вы просто можете это сделать с помощью одного клика. Вот, и мы с вами закончили обрабатывать источник данных моих продаж из Америки, но у меня также есть источник данных, обозначающий мои продажи из Канады. Вот, и что я хочу сделать, это взять и создать так называемый юниан. Вот, то есть юниан – это значит, что мы с вами как бы надстраиваем вот эту таблицу снизу, то есть я сразу понимаю, что у меня мои транзакции из Америки и транзакции из Канады, они имеют одну и ту же структуру, и я могу просто взять и объединить эти таблицы. Вот, но опять же сделать это все достаточно просто. Я перетаскиваю мой источник данных из Канады, и у меня появляется опция «Создать юниан». Вот, и сразу, буквально через секунду у меня появился юниан. И что интересно в Tableau Prep – это возможность иметь полный контроль над вашим процессом работы, возможность именно посмотреть, предположим, что было включено в юниан, а что было исключено. И я нажала на кнопку «Показать несопоставимые поля», и я вижу, что у меня были исключены два значения. У меня были исключены мои продажи, но в канадском источнике данных мои продажи написаны как «Revenue», а в американском источнике данных мои продажи написаны как «Sales». Вот, то есть это является собой синонимом, и я знаю, что это обозначает одно и то же. Поэтому я могу взять и просто объединить «Revenue» с «Sales». Вот, и если бы, например, у нас бы не было возможности посмотреть вот эти несопоставимые значения, мы бы просто получили неправильный результат нашего анализа. Мы бы просто не смогли понять, что такое важное значение, такое важное измерение, как продажи, просто было исключено из нашего анализа. И, предположим, мы бы с вами закончили уже сам процесс обработки данных, перешли в какой-либо анализ на какой-либо BI-платформе, и только потом мы с вами бы поняли, что у нас нет продаж, то есть по сути нашего ключевого значения. Вот, но в продуктах Tableau такое невозможно, потому что мы позволяем вам просто полностью иметь контроль над каждым действием, которое вы производите со своими данными, и мы делаем каждый процесс визуальным и достаточно прямым для конечного пользователя. Вот, я также знаю, что у меня есть данные из Латинской Америки, и они у меня живут в текстовом файле. Вот, и как вы видите, я просто процесс подключения данных такой же, как в Tableau Desktop, вот, абсолютно интуитивно. Мы просто с вами выбираем файл и его вносим. Я сейчас выбрала файл моих продаж из Аргентины, вот, но, как вы, может быть, уже заметили, у меня имеется всего три файла о продажах из Латинской Америки. Вот, но я же не хочу каждый раз подключаться к одному и тому же файлу, который, в принципе, имеет один и тот же формат. Вот, ну и в Tableau Prep я могу легко этого избежать и просто использовать функцию Wildcard Union. То есть Wildcard Union, он автоматически смотрит в папку, то есть в место, где сохранен ваш файл, к которому вы подключились, и ищет другие файлы, которые имеют определенный паттерн. То есть здесь мы с вами видим, что у нас написание одинаковое, ну и, соответственно, расширение CSV. Вот, и Tableau Prep понимает, что эти файлы, они представляют собой одно и то же, и мы с вами можем взять и легко их включить в наш анализ. Вот, ну и давайте переименуем с вами это как продажи Латинской Америки, чтобы нам было понятно. Вот, и мы с вами можем также добавить эти продажи в наш юнион. Вот, очень важно здесь понимать, что мы с вами создаем не новый юнион, а мы с вами добавляем уже в существующий юнион. Вот, и у нас с вами сейчас появились данные о наших продажах. Вот, но также у меня есть данные о тех продуктах, которые я продавала. То есть нам же интересно смотреть не только на транзакции, нам важно понимать вообще, что мы с вами продавали. Вот, и у меня уже подключен этот файл, я могу взять и добавить мои данные о продуктах и создать так называемый join. Вот, и так как у меня формат таблицы с данными о продуктах отличается от формата таблицы с моими транзакциями, я создаю join. То есть юнион в этом случае у нас не получится. Вот, и опять же такая же история, как и с юнионом. У нас есть возможность посмотреть на результат вообще того, что происходит тогда, когда мы с вами делаем join. То есть если я вот сейчас приближу, вы видите, что у нас есть включенные значения, то есть мы понимаем, сколько рядов было включено, и также у нас есть исключенные значения. Вот, но давайте разбираться, что это может вообще значить. У нас есть база данных продуктов. То есть это продукты, которые, в принципе, все продукты, которые существуют, предположим, в моем выдуманном магазине. Вот, но также у меня есть данные о транзакциях, которые пришли из наших предыдущих операций. И какие-либо значения были исключены из этих транзакций. То есть получается, что 4 транзакции у нас были исключены. Ну, понятное дело, мы с вами хотим получить очень точный анализ, и мы не хотим терять вот эти 4 транзакции. Мы хотим понять, что вообще произошло. Вот, и мы нажимаем на вот эти исключенные 4 транзакции, и мы можем понять, например, в чем проблема. То есть я знаю, что у меня формат ID продукта, он не имеет индикатора страны, код страны, как окончание. Здесь у меня, получается, кто-то неправильно написал ID продукта. Ну, и я могу взять и легко изменить это значение, просто убрав вот этот суффикс «us». Вот, и как вы видите, просто моментально у меня все значения включены, у меня включены все транзакции. Вот, и мы с вами закончили обрабатывать уже первый источник данных. Ну, и давайте создадим с вами финальный шаг. Это наш output, то есть это результат нашей работы. Вот, и на этом шагу мы с вами будем либо сохранять этот источник данных в определенный файл, либо уже непосредственно публиковать это как источник данных на наш Tableau-сервер или Tableau-онлайн. Но, опять же, можно выбрать различные форматы, в которые мы хотим поместить наш источник данных. То есть также можно непосредственно в CSV это экспортировать. Вот, ну, давайте с вами приступим к другой части нашего анализа. Вот, и что интересно, это возможность именно создания нескольких процессов в Tableau-PREP. То есть вы не ограничены именно одним процессом. То есть вам не нужно, предположим, открывать новую инстанцию Tableau-PREP. Вы можете одновременно работать с различными источниками данных уже непосредственно на одном процессе работы. Вот, и у меня, например, есть данные о моих таргетах, о моих таргетах продажи. И они у меня живут в Excel. Но, опять же, так же, как и всегда, я выбираю свои таргеты и выношу их уже непосредственно на свой процесс в Tableau-PREP. Вот, и как вы видите, у меня сразу очевидна проблема с данными. Я вижу, что мои данные не перевернуты. Для тех, кто работал в Tableau, мы все уже знаем, что данные должны быть в таком длинном формате. То есть получается, каждая транзакция представляет собой определенный ряд данных. Но в данном случае, если бы мы начали работать с таким источником данных уже непосредственно в Tableau-PREP, у нас бы, получается, каждый месяц был представлен как конкретный dimension, то есть как конкретная мера. А мы хотим это все объединить. Ну и для того, чтобы это сделать, мы можем легко перевернуть наши данные, добавить шаг-пивот. Вот, и для того, чтобы это сделать, мы с вами должны выбрать те месяца, которые мы хотим перевернуть. Вот, и давайте с вами выберем еще апрель и август и добавим это уже в наш пивот. В Tableau-PREP очень легко вернуться назад, если по какой-то причине у вас получилось сделать какую-то ошибку. И вот мы с вами только что убедились. Ой, извините, он мне почему-то выбрал страну. Давайте вернемся назад. Вот, мы с вами добавляем месяца, те, которые мы хотим перевернуть. То есть мы не хотим с вами переворачивать страну, страна должна у нас остаться как отдельная мера, а месяца мы хотим с вами перевернуть. И у нас с вами появилось два значения, то есть это pivot names, соответственно, мои названия месяцев, и pivot values – это численные значения, которые относятся к этому месяцу. Вот, вы видите, что мы с вами достаточно быстро провели эту операцию, и опять же, нам не пришлось писать никаких скриптов, вычислений или даже, предположим, указывать какое-либо численное значение. Вот, и мы с вами можем назвать это как месяц. Ну и, соответственно, численное значение, исходя из названия вообще моего источника, обозначает собой sales target, то есть это мой таргет. Вот, и мы сразу видим, что у нас месяц представлен как буквенное значение, но мы хотим, например, это изменить и посмотреть это как на значение данных. Ну, давайте мы добавим еще один шаг. Мы хотим изменить тип данных, и вместо буквенного значения мы с вами выберем дату. И, как вы видите, Tableau Prep автоматически мне показал дату, вот, и мне, опять же, не нужно было писать никаких либо вычислений. Вот, но что, если я хочу посмотреть, как вообще мои продажи, то есть мои транзакции из первого источника данных, которые мы с вами обрабатывали, сопоставляются с моими таргетами. То есть сейчас у меня есть просто информация о том, сколько мне нужно продать, но я хочу понять, если у меня получилось вообще этого достичь. Вот, ну и для того, чтобы это сделать, мне нужно каким-то образом объединить первый источник данных, который мы с вами обработали, уже непосредственно с моими таргетами. Вот, и я могу взять и добавить так называемую ветку, то есть просто ответвление от этого источника данных. И для того, чтобы мне сопоставить эти источники данных, мне нужно провести операцию агрегирования, потому что у меня сейчас уровень детальности этих источников данных абсолютно разный. Здесь у меня транзакции, которые происходят ежедневно, в то время как у меня в источнике данных о моих таргетах все-таки таргеты ежемесячные. Если мы будем объединять с вами эти источники данных, то точность анализа, понятное дело, может снизиться. Вот, ну что нам нужно сделать? Нам нужно каким-то образом взять и выделить месяц из OtherDates, то есть с даты моего заказа мы должны взять и вытащить определенный месяц. И мы можем с вами также создать вычислительное поле уже непосредственно в Tableau Prep, и это сделать достаточно легко. Вот, то есть для тех, кто уже работает в Tableau Desktop, мы с вами знакомы с вычислительными полями, то есть здесь присутствуют различные функции, которые сгруппированы по теме, и справа, соответственно, у нас есть определенное объяснение. Ну и для того, чтобы создать месяц, мы с вами будем использовать функцию DateRank, то есть мы хотим как бы разделить нашу дату заказа как месяц. Ну и давайте с вами закроем скобку. Вот, и мы с вами назовем это вычисление как месяц. Как вы видите, у нас вычисление правильное, то есть Tableau вам всегда даст понять, если присутствует какая-либо ошибка. Вот, ну и мы с вами сохраняем это вычисление. Вот, и теперь мы с вами можем проагрегировать значения. Давайте это сделаем как просто дату, без времени. Теперь мы с вами можем проагрегировать наши продажи по месяцам. Вот, и опять же я могу создать этот шаг достаточно легко, просто используя агрегат. Вот, у меня есть поля, по которым мы группируем что-либо. То есть это у нас буквенные значения чаще всего, такие как в моем случае это будут месяц, и также у меня это будет, давайте, страна, потому что у меня таргеты в моем другом источнике данных, они присутствуют по стране. Так, давайте я сейчас удалю рынок и возьму месяц. Вот, то есть мы сейчас с вами агрегируем по странам и, соответственно, уже по месяцам. Вот, и теперь нам нужно понять, что мы агрегируем, то есть что мы должны просуммировать. Ну и в данном случае это будут мои продажи. Соответственно, я перетаскиваю sales в свое поле агрегированных значений. Вот, и теперь, как только я закончила агрегацию, я могу взять и просто присоединить источник данных о своих таргетах к источнику данных о моих продажах и посмотреть вообще, если у меня получилось достичь этих таргетов. Вот, и я сразу вижу, что у меня присутствует ошибка в написании страны «Колумбия». Вот, на самом деле для меня это было открытие. Я думала, что «Колумбия» пишется вот так, на самом деле пишется через «ю». Вот, но мы легко можем это исправить, просто вернувшись в источник данных, в котором «Колумбия» написано неправильно. Ну и можем с вами вернуться, давайте, на страну. Вот, и просто легко исправить это значение. Вот, и давайте перейдем с вами на результат нашего джоина. Ну и, как вы видите, у нас все значения были включены, и мы с вами уже закончили обрабатывать целых два источника данных в Tableau Prep. Ну и, соответственно, для того, чтобы закончить уже нашу обработку, мы также добавляем финальный шаг, это под названием «Output». И мы с вами можем сохранить этот источник данных в формате экстракта Tableau под названием «Hyper» и можем взять, предположим, запустить все наши процессы. То есть, предположим, мы с вами работали на двух источниках данных, и мы хотим одновременно опубликовать два источника данных. Мы можем легко это сделать, просто нажав на вот эту кнопку «Play». Вот, и давайте мы с вами заменим уже существующие источники данных с таким названием. Вот, и Tableau Prep запускает процесс работы. Вот, и, соответственно, сохраняет эти источники данных в том локейшене, который я обозначила. Вот, и что хочется отметить. Вот, хочется как-то прорезюмировать, что мы с вами сегодня увидели, именно в чем заключается преимущество работы именно в Tableau Prep. То есть, мы с вами подключились к пяти источникам данных. Мы с вами сделали различные операции, такие как Pivot, Union, Join, агрегацию данных. Мы с вами сделали какие-либо вычисления, мы изменили тип данных, мы почистили данные. И посмотрите, просто не прошло еще даже и 20 минут, как мы с вами уже подготовили два источника данных. Вот, понятное дело, это данные, которые мы используем для демонстрации, это наш любимый суперстор, но по своему опыту и по опыту моих клиентов, я хочу сказать, что именно используя Tableau Prep на реальных данных действительно помогает ускорить процесс работы. И это одно из многих вещей, которые все-таки отличают Tableau Prep от других продуктов. Вот, ну и давайте с вами перейдем уже непосредственно в Tableau Desktop и посмотрим все-таки, что мы с вами можем сделать уже непосредственно с точки зрения визуализации данных, то есть с точки зрения анализа данных. Вот, для тех, кто не знаком с интерфейсом Tableau Desktop, здесь опять же, так же как в Tableau Prep, мы с вами подключаемся к данным. У нас сейчас существует больше 60 нативных коннекторов, ну и вы также можете подключиться к еще большим источникам данных, используя ODBC, GBDC или Web Data Connector, если вам нужно. Ну, а для нашей дальнейшей работы мы с вами будем использовать наш любимый суперстор. Вот, то есть эти данные, они обозначают собой транзакции. Вот, и почему все-таки мы считаем, что суперстор – это действительно хороший источник данных, потому что он нам дает возможность посмотреть на данные совершенно под разными видами. То есть мы сможем сделать с вами достаточно глубокий анализ, просто используя данные о транзакциях. Вот, я, конечно же, надеюсь, что у вас у самих есть какие-либо бизнес-вопросы, которые вы хотите, предположим, спросить у своих данных, спросить, предположим, у своих коллег, и что-то, понятное дело, относится к таким метрикам, как продажи, например, прибыль и так далее и тому подобное. И я надеюсь, что наш с вами такой короткий анализ в Tableau Desktop вам все-таки поможет понять, как вы сможете применить Tableau непосредственно на своих данных, то есть как вы можете сделать уже непосредственно визуализацию. Ну и для того, чтобы нам с вами начать анализ, мы должны перейти на рабочий лист. Ну и сейчас очень коротко об интерфейсе. У нас с вами сразу Tableau Desktop разделяет наши данные на меры и измерения. Вот, так называемые dimensions и measures. Вот, dimensions – это буквенные значения, такие, как, предположим, моя подкатегория. Вот, и также, например, у меня есть measures – это мои численные значения. Ну и давайте с вами посмотрим на sales. То есть я хочу понять, как мои продажи, какие у меня были продажи по различным подкатегориям. Давайте сделаем визуализацию немножечко побольше, чтобы всем было видно. Но мы с вами легко можем отсортировать эту визуализацию и посмотреть уже на взаимоотношения. То есть Tableau, если очень просто говорить, выполняет запрос в вашу базу данных по формату SQL. То есть вам не нужно ничего самостоятельно писать, не использовать какой-то custom SQL, ничего. То есть Tableau посредством своего drag-and-drop интерфейса формирует запрос в вашу базу данных. То есть в данном случае Tableau формирует запрос в мой flat-файл в Excel. Но принцип работы абсолютно такой же, то есть на поверхности. И из-за этого, опять же, улучшается производительность и, опять же, скорость всего процесса работы. Давайте с вами посмотрим, предположим, на прибыль моих подкатегорий. Я сразу вижу, что, предположим, у меня присутствуют какие-то категории, которые продаются очень плохо, но в данном случае это столы. Но что, если я хочу, предположим, убрать мою прибыль и хочу выдвинуть среднюю линию? Я хочу посмотреть, какое у меня среднее по всей моей таблице. Я это легко могу сделать, и я могу взять, навести на эту среднюю линию и посмотреть, что у меня среднее количество продаж – 135 тысяч. Но что, если я хочу посмотреть, какие категории у меня были больше этого среднего? То есть, в принципе, сейчас наглядно все видно, но что, если я хочу, например, использовать цвет, один из наших претендивных атрибутов, которые мы обсуждали на прошлой неделе, для того, чтобы взять и обозначить вот эти категории, которые были больше, чем моя средняя линия. Ну и для того, чтобы это сделать, я буду использовать Level of Details Expressions, и я могу взять и создать вычислительное поле. Давайте сейчас его перетащим. Открылся у меня на другом экране. И давайте с вами дадим название этому вычислению. И это будет как subcategories выше среднего. И что мне сейчас нужно сделать? Мне нужно сказать табло, чтобы он создал Boolean statement, то есть либо правда, либо неправда statement, и с помощью синтакса задать условия, то есть по каким условиям я хочу, чтобы табло взяло и раскрасило мои подкатегории. Ну и для этого я буду фиксировать мою подкатегорию и буду использовать мои продажи. То есть смысл Level of Details Expressions – это, если просто объяснять, это агрегация. То есть у нас с вами, если брать, например, просто sales, то есть sales – это сумма продаж по всему источнику данных. Но если я хочу, например, посмотреть сумму продаж по каждой подкатегории, мне нужно провести так называемую агрегацию. То есть это именно то, чем я сейчас занимаюсь. Но, опять же, если кто-либо не знаком с Level of Details Expressions, я могу взять и посмотреть, что это обозначает. Опять же, что представляет собой синтакс этих значений. И теперь я должна задать условия. Я хочу сказать табло, что покажи мне все значения, которые больше, чем мое среднее. Вот, опять же, мы с вами фиксируем под категорию. И давайте с вами закроем скобки. Вот, и как вы видите, табло говорит, что у нас с вами правильное вычисление. Мы можем с вами нажать «Ок». Видите, у нас появляется значок True or False, то есть правда или неправда. Это называемый Boolean Statement. Можем взять его, перетащить на цвет. И, как вы видите, у нас автоматически наши подкатегории, которые выше вот этой средней линии, они раскрашиваются. Вот, опять же, что интересно насчет табло, это возможность сделать одни и те же операции разными способами. Вот, то есть мы с вами не ограничены каким-либо одним вычислением, то есть мы с вами можем производить одни и те же операции совершенно различными способами. Вот, мы можем также с вами использовать табличные вычисления как среднее по окну. То есть окно – это то, что у нас с вами присутствует на визуализации. То есть в данном случае это наши подкатегории от телефонов до fasteners. Вот, и мы с вами можем создать вычисление, как используя функцию window average, то есть среднее по окну. Давайте с вами обозначим нашу сумму продаж. Вот, и сразу скажем, что мы хотим с вами посмотреть на те категории, у которых продажи были больше, чем средние. Вот, ну и давайте с вами назовем это значение как среднее по окну. Вот, и вы видите, что это табличное вычисление. То есть табло вам сразу показывает, какой тип вычислений мы с вами сейчас используем. Можем нажать «Ок». И опять же у нас появляется с вами такое же абсолютно true-false значение, то есть pull-in statement, но мы можем с вами взять и заменить это нашу предыдущую формулу. Вот, ну, в данном случае мы с вами смотрим на категории, которые, предположим, были меньше, чем наши средние линии. Вот, то есть вы видите, что у нас с вами есть возможность произвести одни и те же операции совершенно различными способами и использовать различные типы вычисления, которые нам подходят. Вот, и все это происходит достаточно просто. Если вы знакомы с табличными вычислениями и понятием уровень детальности, агрегация в табло, вам будет это сделать достаточно просто и легко. Вот, ну и давайте назовем это как средние категории. Вот, и давайте с вами перейдем к другому этапу нашего анализа и посмотрим, например, на прибыль моих подкатегорий. Вот, мы с вами также можем взять и найти наши подкатегории. Вот, ну и давайте выдвинем их на ряды. Давайте переставим их на колонки и сделаем визуализацию побольше. Вот, ну и давайте добавим с вами прибыль уже непосредственно на цвет. И давайте с вами добавим прибыль на ряды. Вот, и вы видите, что у нас с вами наши столы, которые плохо продаются, ну и мы видим прибыль по определенным категориям. Мы можем отсортировать эту визуализацию. И давайте с вами построим так называемый waterfall chart, водопад. То есть я хочу понимать, насколько прибыль отличается в зависимости от моей подкатегории. Вот, ну и для того, чтобы мне это сделать, мне можно легко взять и добавить табличные вычисления, просто используя дефолтные табличные вычисления в табло. Мы с вами изменим тип марки на Gantt. Ну и для того, чтобы нам именно показать размер и длину этих столбиков, нам нужно создать вычисление. Вот, я вам сейчас покажу один такой маленький трик в табло. Если вы возьмете и нажмете два раза, у вас появляется вычислительное поле, и мы можем взять и написать формулу. Вот, и я нажимаю ОК, у меня эта формула появляется на деталях, я могу взять и перетащить это на размер. Вот, и как вы видите, у меня формируется waterfall chart, то есть я вижу, что у меня столы, и они плохо продаются, но и также вижу разницу между различными подкатегориями. Давайте назовем эту визуализацию как водопад. Ну и давайте с вами перейдем к следующей части нашего анализа и посмотрим на наши географические данные. Вот, и для тех, кто работает в табло, вы уже знаете, что как только у вас имеется какое-либо географическое поле, табло формирует широту и долготу. То есть это поля, которые автоматически генерируются, исходя из того факта, что у вас просто в источнике данных есть название каких-либо стран. Вот, ну а в данном случае я просто возьму и перетащу штат на визуализацию. Ну и как вы видите, у меня точками обозначен каждый штат, в котором у меня присутствует какая-либо продажа. Вот, и что касается именно работы с картами, в отличие от любых других инструментов, мы с вами не ограничены в плане количества точек на карте. То есть если мы, например, хотим с вами обозначить какой-либо посткод, вот это можно легко сделать. Давайте с вами вытащим его. Вот, как вы видите, у нас с вами достаточно много данных, и в отличие от некоторых других BI-инструментов, по части визуализации мы никогда не делаем сэмплинг ваших данных, и мы всегда отображаем полностью все ваши данные. Вот, и давайте с вами посмотрим на прибыль, соответственно, по штатам. Это легко очень сделать, если я добавлю профит уже непосредственно на цвет. Вот, и давайте с вами включим текст. То есть я хочу понимать, например, какая у меня прибыль в определенных штатах. Вот, и я хочу, предположим, также создать табличное вычисление, как процент от целого. Вот, но это также очень легко сделать, так же, как мы с вами уже видели. Я просто выбираю «Percent of Total». Вот, но у меня меняются мои значения на процент. Вот, но давайте с вами добавим штат на фильтр. Вот. Ну, и давайте с вами его покажем. Вот, и как вы видите, у меня появляются все мои штаты. Ну, и давайте попробуем с вами отключить какие-либо штаты. Я думаю, что наиболее внимательные из вас заметили, что сейчас, как только мы с вами исключаем какие-либо штаты, у нас также меняется значение табличных вычислений. Вот, то есть получается, мы с вами используем табличные вычисления, и если смотреть на порядок действия табло, табличные вычисления стоят в самом конце. И поэтому фильтр, он также влияет на наше табличное вычисление. Но что, если мы хотим зафиксировать наш процент целого и сделать так, чтобы тогда, когда мы выбирали какие-либо другие штаты, мы все равно смотрели соотношение от именно целого, вне зависимости от того, что мы с вами выбираем на визуализации. Вот, и в табло это сделать, опять же, достаточно легко. Мы с вами можем также создать вычисление. Давайте я его назову процентов от целого. Вот, и я буду использовать формулу просто для того, чтобы поделить мои продажи на сумму. Я думаю, что вы уже заметили те кудрявые скобки, которые мы уже с вами видели в предыдущих формулах. Мы опять же с вами обращаемся к уровню детальности. То есть нам нужно каким-либо образом поднять наше вычисление в процессе операции «Табло». Все вычисления на уровне детальности стоят выше, чем табличные вычисления. И мы с вами можем взять и нажать «Ок». Давайте с вами заменим это вычисление, поставим на цвет. И, как вы видите, если мы с вами включаем какие-либо значения, ничего не меняется. Вот, ну и давайте с вами сделаем последнюю визуализацию, такую достаточно интересную, которая, на мой взгляд, отвечает потребностям многих клиентов в плане именно построения дашборда. Это именно работа с датами, то есть как работать с датами в «Табло». Вот мы знаем, что, например, мы хотим с вами посмотреть на продажи и также, например, добавить дату заказа. Как вы видите, у нас с вами формируется так называемая иерархия со значком «плюс». Но, опять же, если мы с вами нажимаем на этот «плюс», у нас с вами получается разделение. Если мы, например, хотим посмотреть данные по месяцам, мы должны будем убрать кварталы. Но это очень легко избежать с параметром. Давайте с вами вернемся к году. Я могу создать такой простенький параметр и использовать его в вычислении для того, чтобы разделить мои данные и динамически переключаться между различным типом визуализации, например, по году или по дню и так далее. Давайте с вами напишем значение. То есть я хочу посмотреть, например, по году, по кварталу, по месяцу и по дню. Вот. И давайте нажмем с вами «Ок». И для того, чтобы нам использовать этот параметр, нам также нужно создать вычисление. Вот это сделать достаточно легко. Мы с вами используем уже функцию, которую мы видели при работе в Tableau Prep под названием DateRank. То есть мы хотим с вами разделить нашу дату заказа по значению, которое у нас есть в параметре. Вот. И мы с вами обозначаем это. Давайте назовем это как Date. Вот. У нас с вами появляется вычислительное поле, которое мы можем просто переставить. И давайте мы поставим с вами точную дату и сделаем это значение дискретным. Вот. И для того, чтобы активировать наш параметр, нам нужно показать контроль этого параметра. Ну и теперь, когда мы с вами переключаемся между значениями параметра, у нас с вами визуализация меняется динамически в различном уровне детальности, который мы с вами хотим. Вот. То есть, как вы видите, мы сделали с вами достаточно такие advanced визуализации, достаточно сложные в других BI-решениях вычисления, но в Tableau мы это сделали просто используя одну короткую формулу и минимум усилий. Вот. Давайте назовем это как продажи во времени. Вот. Ну и уже создадим дэшборд. То есть, как, я надеюсь, уже многие знают из тех, кто работали в Tableau Desktop Dashboard, это место, где мы с вами смотрим на взаимоотношения визуализации между собой. То есть мы берем и вытягиваем все листы, которые мы с вами создавали, на непосредственно эту визуализацию. Вот. Также мы с вами здесь создаем какой-либо дизайн, и мы используем фильтрацию, чтобы посмотреть, как эти визуализации взаимодействуют между собой. Вот. Давайте с вами сделаем этот фильтр чуть-чуть покороче, чтобы было проще, например, его использовать. Ну и поставим его наверх. Вот. Можем с вами также сделать такой быстренький дизайн этого дэшборда. Поставить наш параметр с вами. Вот. И давайте с вами посмотрим, например, как мы можем использовать подкатегорию как фильтр для других визуализаций. То есть для того, чтобы использовать ее как фильтр, мы берем и просто включаем значок этого фильтра. Давайте с вами вернемся к штату и поставим все штаты. Вот. Ну и мы с вами закончили именно процесс нашего анализа. Мы с вами сделали несколько визуализаций, и теперь мы можем взять и опубликовать этот дэшборд уже на Tableau Server. Вот. Ну и для того, чтобы мне это сделать, мне нужно просто взять и нажать «Опубликовать в Workbook». Вот. Я буду это опубликовать в проект моих продаж. И давайте назовем это как дэшборд. Вот. У меня сейчас открывается мой дэшборд на другом экране. Я его сейчас перетащу на главный экран, который вы видите. И мы видим с вами, что мы закончили публиковать дэшборд. Вот. И вот он у нас такой красивый, доступен в проекте продажи. Тот, который мы выбрали. И мы можем с вами взять и легко посмотреть этот дэшборд. Вот. Как вы видите, именно сам дизайн такой, который мы создали с вами в Tableau Desktop, он абсолютно такой же пришел к нам на сервер. То есть мы можем с вами, например, взять и отфильтровать какой-либо штат, если мы того хотим, можем с вами также, давайте вернемся к общему значению, посмотреть, например, что у нас происходит со столами, например, в каких-то штатах, то есть какой процент от целого у нас с вами занимают столы. Вот. Можем с вами использовать, предположим, параметр, если хотим. Давайте посмотрим по ежемесячно. То есть абсолютно так же, как мы создали с вами дэшборд в Tableau Desktop, такой же он у нас и будет на сервере. Вот. Но здесь есть возможность различных функций для коллаборации. Например, если у вас есть доступ к функции веб-редактирования, мы можем с вами взять и нажать Edit, и уже непосредственно отредактировать этот дэшборд прямо в браузере. То есть здесь мы с вами можем создать, предположим, новую визуализацию. Вот. Также новый дэшборд. Как вы видите, у нас доступны те же меры измерения, которые мы с вами видели уже непосредственно в Tableau Desktop. Я могу создать абсолютно новую визуализацию, если мне этого хочется. Давайте с вами не будем сейчас ничего сохранять и пробежимся еще по другим функциям, которые у нас имеются. Вот. Также есть возможность, например, создать так называемый Alert. То есть если я отслеживаю какие-либо подкатегории, то есть я знаю, что я хочу получить имейл-уведомление, если какая-либо из подкатегории, которая ниже среднего, превысит эту среднюю линию. Я могу взять, кликнуть на Аксису и нажать на этот колокольчик и создать так называемый Alert. Вот. То есть я могу задать определенный Threshold, то есть в данном случае, может быть, это будет моя средняя линия, но и опять же подписать моих коллег, себя и задать какое-либо расписание, то есть как часто я хочу получать имейл-уведомление. Также я могу подписать своих коллег и самого себя уже непосредственно на весь дэшборд. То есть, предположим, я знаю, что мой источник данных обновляется каждое утро, и, соответственно, я хочу, чтобы мои коллеги каждое утро получали имейл-уведомление. То есть это место, где я могу это легко сделать. Вот. Также я могу взять и расширить этот дэшборд, просто используя ссылку, или я могу, например, вставить его в какой-то свой внутренний портал, используя embed code, который у меня здесь легко скопировать. Ну и опять же я могу загрузить этот дэшборд в различных форматах. То есть опять же хочется сразу отметить, что доступ к этим функциям, доступ, предположим, к загрузке дэшборда, он может быть контролирован администратором сервера уже на пользовательском уровне. То есть по части Data Governance и разграничения пространства на сервере в Tableau это достаточно легко контролировать. Вот. Также есть еще, например, возможность комментирования. Я могу взять, например, кликнуть на какую-либо визуализацию и приложить так называемый скриншот и, например, написать что-либо. Например, что столы плохо продаются. Вот. Я нажимаю Enter и видно, что я как администратор написал комментарий. Опять же я также могу даже отмечать своих коллег, если мне хочется. Вот. Ну и если опять же вернуться в общий контент моего сервера, то есть серверы у меня, вот как я разграничиваю свое пространство, у меня есть папки по департаментам в данном случае. Также у меня есть пользователи, которые организованы в различные группы. Предположим, у меня есть группа developers, у меня есть группа людей, которые работают в маркетинге, у меня есть группа людей, которые работают в продаже. И я уже, соответственно, буду контролировать пользовательские разрешения на этом уровне. Вот. Также еще на сервере есть опция создать какие-либо расписания, либо это обновление моего экстракта, либо это имейл-подписка. Также я легко могу видеть все процессы, которые происходят на моем сервере. И также могу легко смотреть на статус моего сервера посредством административных дэшбордов. То есть я также могу смотреть, что пользователи делают на моем табло-сервере. Я вижу, что, например, сегодня у меня зашли в два проекта, три раза финансовые проекты продажи. Я могу, например, поменять период времени, чтобы было интереснее смотреть, чтобы была более полная аналитика. Вот. И можно видеть сразу, что этим сервером пользуюсь только я. Вот. И, например, также посмотреть, какие дэшборды я смотрела, сколько раз и так далее и тому подобное. Вот. В принципе, это было все по части уже непосредственно самого табло-сервера. Вот. И хочется прорезюмировать, что мы с вами сегодня посмотрели. Мы с вами сделали первый этап – это подготовка данных в табло-пред. Потом мы с вами провели короткий анализ уже непосредственно в табло-десктоп, где мы с вами сделали достаточно высокоуровневые визуализации и ответили на конкретные бизнес-вопросы, которые, например, не так уж и просто реализовать в каких-либо BI-решениях. Потом мы с вами взяли и опубликовали этот анализ уже непосредственно на табло-сервере. Вот. И пробежали коротко по функциям табло-сервера и убедились в том, насколько просто и легко именно достичь вот такой коллаборации уже непосредственно с вашими данными. То есть мы с вами сегодня разобрали целый опыт конечного пользователя в продуктах табло. То есть человеку, который создает, предположим, источник данных, который создает визуализации и делится этим уже со своей командой. То есть если говорить про лицензирование, мы с вами разобрали роль креатора, то есть создателя такого сильного юзера всей инфраструктуры табло. Вот. И у нас с вами вебинар длился примерно 50 минут, и мы с вами успели сделать достаточно полный и комплексный анализ. И, насколько я знаю, если смотреть по статистике, в других BI-решениях такое невозможно. И мы с вами, например, не можем легко менять какие-либо вещи и отвечать, и задавать на какие-то вопросы. Вот. Но в продуктах табло это сделать достаточно просто, и я надеюсь, что вы сегодня в этом убедились. Вот. Также я надеюсь, что вы тоже посмотрели и представили для себя, как вы можете использовать все концепции, которые я преподнесла вам сегодня, уже на своих данных. Вот. Ну и теперь ваша очередь. Я бы хотела, чтобы для тех, кто не работал с табло-десктоп или с другими нашими продуктами, чтобы вы загрузили триальную лицензию. Вот. Ну и сейчас у нас настало время рубрики «Вопрос-ответ», если можно так назвать. Вот. У нас с вами есть пять минут. Юлия и Елена, которые отвечали на ваши вопросы по ходу вебинара, сейчас мне напишут эти вопросы, и я какие-то постараюсь озвучить. Вот. У нас с вами пришел вопрос, какое количество строк можно таким образом подготавливать в табло-преп. Например, у меня в таблице в начале 4 миллиона строк с одной стороны, и только потом будут идти данные с другими странами. Вот. Что касается именно лимита данных, в табло нет такого понятия, как ограничение по части нагрузки именно на сами продукты. То есть здесь именно вопрос заключается в том, чтобы вы взяли и попробовали подключиться к вашему источнику данных и посмотрели, как именно это работает с вашими данными. Потому что не только, например, размер таблицы может влиять на производительность. Например, уровень детальности или агрегация, или количество мер и измерений также могут влиять на производительность. Поэтому в данном случае, по моему опыту, 4 миллиона строк – это не проблема для табло-преп. Но я бы все-таки хотела вам предложить, чтобы вы постарались это протестировать. Напоминаю, что сейчас у вас есть возможность задать мне вопросы. То есть пока больше вопросов нет. Если сейчас в течение минуты мне еще кто-то напишет вопрос, я постараюсь на него ответить. Есть доступный материал по функциям. Например, как работают кудрявые скобки в разных сочетаниях. У нас есть достаточно много информации про вычисления в таблое, также про level of details, expressions. Все они доступны на нашем сайте. То есть даже мы, работники табло, консультанты продуктов, если мы что-то не знаем, мы всегда берем и гуглим, мы всегда находим какую-либо статью, которая подробно описывает, что и как происходит. В данном случае у нас присутствует 3 вида level of details, expressions. Это тогда, когда мы фиксируем какую-либо меру и агрегируем измерения. Также мы можем, предположим, исключить эту меру или включить эту меру. То есть смысл уровня и детальности – это возможность именно контроля над тем, какой результат у нас с вами присутствует именно непосредственно в визуализации без добавления каких-либо мер и измерений. То есть просто наберите в нашей базе знаний level of details, expressions, и у вас будет очень много информации, где вы можете посмотреть примеры про различные типы. Вот на этом все. Больше вопросов нет. Хочу напомнить, что этот вебинар был записан и будет доступна запись. Она придет вам по e-mail и также будет доступна на нашем сайте. Поэтому, если вам понравилось, обязательно делитесь этим вебинаром со своими коллегами и давайте нам отзывы про этот вебинар, чтобы мы смогли лучше подготавливать для вас более релевантный контент. Ну а на этом все. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.